И всем привет друзья, вы на канале SkyTopGames, с вами Иван и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. В сегодняшней серии, ребятки, мы рассмотрим с вами некоторые моды по Space Engine, я думаю они вам будут очень интересны, вот и конечно же вы как всегда поставите лайк, подпишитесь на канал и нажмете колокольчик, дабы не пропускать мои новые видео. Ну что ж, поехали друзья. Как ты наверное уже обратил внимание, мы находимся, да-да-да, рядом с Международной космической станцией. И первый мод, который мы рассмотрим с вами здесь, ну обрати внимание, да, ты видишь кто там, там по-моему у нас два астронавта, которые что-то, я не знаю, что они там делают. Давайте подлетим поближе и посмотрим. Так, можно ускориться. Да, вот это мод на астронавтов, которых можно в принципе располагать, ну как угодно, где угодно, лишь бы подобрать какое-нибудь идеальное место, либо построить станцию, либо корабль, и представить себе, что астронавты чем-то заняты. Да, посмотри как прекрасно смотрится. По-моему они, что они делают? Они делают что-что, подожди, а, они поправляют антенну, да, или что-то в этом роде. Слушай, ну здорово, здорово, да. Кстати, скафандры выполнены, я смотрю, очень-таки реалистично. Команда НАСА работает. Здорово. Можно, ребят, можно я тут с вами, да, вот так вот рядышком прибьюсь, да, постою, посмотрю на вас. Так, ну, конечно, шлемы у них смотрятся не очень, конечно. Ну, хотя, может быть, это специальная такая защита от солнца, я не знаю. Так, подожди, я где-то видел еще двух, где-то двух астронавтов. По-моему, у нас один астронавт. Один астронавт у нас где-то входил, или выходил из шлюза, я так и не понял. Давайте сейчас посмотрим. А, вот, вот еще один астронавт, который у нас, по-моему, входит в шлюз Международной космической станции. Или, возможно, он выходит оттуда, я не понимаю. Так, где-то у нас еще один есть астронавт. Сейчас мы посмотрим. Где же, где же он у нас притаился? Так, двое у нас чинят антенну, это я точно знаю. И где-то у нас еще... Ну, где же он, блин? Там, по-моему, он тоже поправлял то ли антенну, то ли что он там делал, я так и не понял, блин. Где-то наверху, вроде бы, как бы. Что, все, он улетел в открытый космос? Хм, блин, не может быть. А, вот он, кстати, посмотри, блин, ну, его было невозможно не заметить, да? Да, вот он, по-моему, тоже с какими-то тут передающими антеннами, или чем он тут занимается, я не знаю. Может быть, что-то меняет? Какие-то части, или что, блин? Да, ну, можно, конечно, расположить его немножко поближе, а то, как будто, знаешь, он у нас улетает в открытый космос, блин. Я бы, конечно, честно говоря, на месте вот этих астронавтов, я бы очень бы испугался бы работать в открытом космосе. Представляешь, ты смотришь вон туда вниз, просто это очень страшно, блин. Высота здесь, посмотри, 431 километр. Блин, я с девятиэтажки-то боюсь, с девятиэтажного дома, блин, посмотреть с балкона, допустим, вниз на землю, мне уже становится дурно. А тут, ребята, просто профессионалы не боятся выходить в открытый космос. Да, ну, это, конечно, был бы шикарный вид. Представляешь, ты работаешь в открытом космосе на МКС, что-нибудь там меняешь или что-то делаешь, блин, и перед тобой открывается вот такой огромный шикарный вид на нашу планету Земля. Да, это, конечно, здорово. А еще, блин, вот такой прекрасный вид на весь сам открытый космос. Да, это здорово. Ну что ж, ребята, давайте перескочим, наверное, да, скажу так, на следующий мод, который мы с вами рассмотрим. Он тоже очень интересный. Погнали, друзья. Итак, друзья, у нас еще один интересный мод, который добавляет самого Марка Уотни, да, легендарного Мэтта Дэймона из фильма «Марсианин». Для тех, кто не смотрел, обязательно советую посмотреть. Посмотри, как он шикарно выглядит. Он прямо-таки натуралистичный. Слушай, можно у тебя взять автограф? Блин, это прекрасно. Посмотри, мы стоим на поверхности Марса, да, с самим Марком Уотни. Я так предполагаю, это, наверное, скорее всего, база, та самая база RS3, где Марк Уотни провел сотни солов в ожидании спасения. То есть, по фильму, да, вы помните, была экспедиция на Марс RS3, вот, и во время песчаной бури все астронавты спаслись, но одного, один астронавт получил удар антенны и отлетел, короче говоря, и весь экипаж подумал, что астронавт Марк Уотни погиб, но на самом деле он остался жив. Всего лишь кусок антенны вонзился ему в скафандр, но он выжил и даже растил марсианскую картошку. Да, посмотри, вообще выглядит просто идеально. Каждая деталь, каждая деталь из фильма, она здесь полностью проработана. Слушай, здорово, блин. Мне даже захотелось пересмотреть сам уже фильм, блин, это классно. Можно посмотреть самим Марком Уотни на нашу Землю, где она там, подожди. Так, давай-давай-давай. Это у нас, стой, ну блин, давай, вот Солнце, а вот и сама планета Земля. Представляешь себя на месте Марка Уотни? Ты стоишь и смотришь на Землю, она вот такая крошечная, блин. Ну что ж, Марк, мы тебя покидаем, дабы показать ребятам еще один интересный мод. Спасибо тебе, Марк. Друзья мои, мы парим вместе с Тесла Роудстер. И посмотрите, вот он, тот самый легендарный Стармен, да, в машине Тесла Илона Маска, который мчится, я не знаю, наверное, в неизвестность. Скорее всего, конечно, Илон Маск планировал его отправить на Марс. Честно говоря, я не знаю, где сейчас Тесла Роудстер. Всем, кому интересно, можете погуглить и обязательно напишитесь мне в комментарии. Посмотри, вот он. Вот он, тот самый легендарный, легендарный Стармен за рулем Тесла Роудстер. Да, блин. Как бы я хотел быть на твоем месте и слушать, лететь, вернее, в неизвестность под песню Дэвида Боуи Space Oddity, это было бы прикольно, слушай. Да, все-таки классно тоже вот этот персонаж смотрится, посмотрим. На фоне Земли это просто впечатляет. Давай-ка сейчас я немножко ускорюсь. Конечно, цвет машины здесь мы с вами не увидим. Вообще, по идее, Тесла Роудстер, она красного цвета, но, видимо, в космосе так темно, блин, что цвет особо не передается. Только вот белый скафандр Стармена очень хорошо просматривается. Вот такой вот наш Стармен вместе с Теслой Роудстер. Ребятки, надеюсь, вам эта серия понравилась. Вы обязательно поставили пальчик вверх, подписались на канал и нажали колокольчик, дабы не пропускать наши новые путешествия. Ну что ж, друзья, наверное, на этом я буду заканчивать. Да, такая короткая серия, но довольно-таки интересная. Всем, кому понравились моды, обязательно советую их скачать в мастерской Steam. Ну и помните, друзья, космос и вселенная бесконечные, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока-пока.